Народная среда Вернее поступит завтра бюджет плановый на предстоящий период. Как нам заявил председатель Мособлдумы, секретарь Московского областного отделения партии «Единая Россия» Игорь Брынсалов, все траты на социальные нужды, на реализацию народной программы будут выполнены в полном объеме. Вообще, вы видели этот документ? Вы уже успели с ним ознакомиться? Если мы говорим про конкретно бюджет, то бюджетом еще не успели ознакомиться, но скажу, что мы уже запланировали целый ряд мероприятий, как мы всегда это делаем, это в этом плане для нас не новая работа. Мы отдельно с каждым министерством по профилю моего комитета, это и образование, и культура, и наука, и туризм, спорт, и молодежная политика рассматриваем бюджет отдельно с центральными органами государственной власти. То есть, например, бюджет Министерства образования мы планируем рассмотреть 9 ноября, 8 ноября в среду сделать большой прогон со всеми министерствами, отдельно с Министерством культуры, отдельно с Министерством информационных и социальных коммуникаций, отдельно с Минспортом, на предмет того, какие мероприятия они запланировали в бюджете, исходя из какой логики они его формировали, что конкретно в него войдет. На самом деле бюджет всегда обсуждается на комитете достаточно бурно, мои коллеги депутаты, я в частности задаю множество вопросов, самых разных, которые мы слышим, естественно, в своих избирательных округах. Каждый депутат приходит с таким большим талмутом, кто-то с записочками, кто-то с документами формата А4, в которых перечень вопросов с территории. Всех, естественно, интересует их избирательная округа, ну и в целом развитие направления отраслей, и чаще всего мы мучаем Министерство на предмет того, что вошла ли эта школа в капремонт или в стройку, закупим ли мы в этом году в эту школу искусств, инструменты и так далее. Но вы уже отметили, я еще раз это подчеркну, что самое главное, в первую очередь, ежегодный бюджет социально ориентирован, львиная доля этого бюджета – это социалка, это Минздрав, это Минсоц, это Миноборг. Это основные, ну скажем так, куски пирога бюджета. Для нас принципиально важно, что мы, во-первых, всегда сохраняем всю социальную нагрузку, это все выплаты, доплаты, стимулирующие, это премиальный фонд, в том числе наших педагогов, это новые меры поддержки для медиков. Ну, про все это можно отдельно разговаривать еще часами, я так основными мазками стараюсь про это сейчас вам донести. Хочу еще отметить, что для нас принципиально важно, например, по линии образования сохранить и не сбавлять темпы реализации президентского поручения, это капремонта школ. Мы в этом году отремонтировали уже 66, 66,3 у нас двухлетние, то есть мы их сдадим в следующем году. Там федеральное софинансирование, поэтому регион, естественно, должен в полном объеме для идеального выполнения программы софинансировать из своего источника. Хочу также отметить, что вот я сейчас на самом деле к вам приехала из Клина городского округа, мы там были как раз по капремонту школ, смотрели новую школу, точнее обновленную, отреставрированную, обсуждали эту программу. Важно отметить, что, например, наша область несет дополнительную нагрузку, и мы помимо капитального ремонта школ делаем еще благоустройство за счет средств бюджета. И в следующем году тоже продолжим. Замечательная такая инициатива, насколько я знаю, благодаря опыту московского, вернее, опыт московский был сейчас тиражирован. Да, Игорь Юрьевич вышел с этой инициативой, была встреча министра просвещения Российской Федерации, Игоря Юрьевича Бронсалова, нашего зампреда Коклюгина Ирины Александровны, в Орехово-Зуево на базе школы. И Игорь Юрьевич вышел с инициативой для того, чтобы вот этот успешный опыт московской области ретранслировать на другие субъекты. Вот министерство просвещения взяло на себя обязательство проработать этот вопрос. Понятно, что это вопрос дополнительного финансирования. Но если мы говорим про масштаб страны, то не каждый субъект может себе позволить, как московская область, самостоятельно из своих источников благоустраивать территорию. А мы финансируем за свой счет. А мы финансируем благоустройство за свой счет. Мы на самом деле много, что еще всегда стараемся делать за свой счет. И, например, программа капитального ремонта учреждения образования, она не заканчивается на капремонте президентской программы. То есть, например, в следующем году у нас в капремонте 74 школы. И из них там только 66, опять же, это школы президентской программы. А остальные это средства регионального бюджета. Такая же история, например, с садами и с колледжами. Их мы полностью ремонтируем и строим тоже за наши региональные деньги. Но вот у меня возникает вопрос. Мы сейчас видим колоссальное санкционное давление. Все эксперты по-разному говорят. Кто-то сходится во мнении, что да, это тяжело. Кто-то, наоборот, как бы легкомысленно к этому относится. И как бы, ну, ничего существенного. Но, тем не менее, существует же такая вещь, как нарушение логистических поставок. То есть, соответственно, для того, чтобы отремонтировать школу, ну, нужна дрель, например, да, чтобы дырку просверлить и саморез туда закрутить. А этой дрели, возможно, не будет. Ну, смотрите, на самом деле, вы правильный вопрос задаете, потому что такой вызов на первом этапе объявления всех этих санкций в отношении нашей страны, он был. Но большая работа была проведена совместно с Минстроем, Минобром, с подрядными организациями. В первую очередь, что хочу отметить. Вот, например, вообще в программу капремонта, так же, как и строительство соцобъекта, не может зайти первая попавшаяся организация. У них должен быть опыт с данных объектов по социалке, у них должен быть определенный штат, у них должно быть определенное собственное финансирование, то есть мощности, с которыми они заходят. У нас есть, естественно, опыт, в том числе этого года, когда на ряде объектов школ была замена подрядчика. И вот как раз сегодня в рамках нашего круглого стола в Клину я еще раз акцентировала внимание коллег с Министерства о том, чтобы все эти подрядчики, которые были под заменой, из-за которых произошел срыв срока ввода объекта, и там дети пошли не первого сентября, а, например, в октябре в школу, чтобы эти подрядчики были включены в реестр недобросовестных поставщиков. И они к нам, в принципе, не смогли больше зайти. Но в целом отмечу, что вот мебель, сами ремонтные работы, лакокрасочные изделия, у нас с этим всем не возникло сложности, и поставки были своевременно. И еще один важный момент, например, школьная мебель в том числе производится в Московской области. И сегодня, опять же, в рамках круглого стола попросило Министерство строительства для того, чтобы они их собрали. По тем объектам на 23-й год конкретно подрядные организации, которые сейчас выиграют, законтрактуются в ноябре, мы собрали поставщиков и тех, кто своими руками на своих заводах в Московской области производит то, что нужно в рамках капремонта. И мы постарались их в первую очередь привлечь. Мне кажется, это важно. Еще один момент очень важный наступает. Хорошо, дрель мы произведем условную, и нам будет чем, собственно, и молотки тоже сделаем, гвозди будем забивать нормально. Правильно. Пополняемость бюджета любого субъекта федерации, собственно, идет от чего? От налоговых отчислений предпринимателей. Вот проект бюджета, насколько я понимаю, он не дефицитный. Нет, у нас есть кредитные обязательства у субъектов. Безусловно. Да, и если смотреть с этой стороны, то да, у нас, естественно, есть некий дефицит бюджета. Но в целом у нас очень стабильная экономика Московской области, и наш субъект выделен на уровне всей страны и неоднократно отмечался как субъект-лидер по этим показателям. Потому что вот несмотря на это санкционное давление, на где-то сложности логистические, на где-то уход западных компаний, например, того же Мерседеса. Он же сказывается. Но если мы говорим про плановые показатели, цифры, то мы в приросте, в небольшом, но в приросте. И опять же по сохранению темпа строительства в первую очередь, капитального ремонта, строительства не только соцобъектов, но тех же дорог, благоустройства территории. Здесь мы нигде не убавляем темпы. Ну, повторюсь, что я бы, например, детально конкретно по бюджету предложила нам пообщаться где-то через месяц, когда мы его досконально изучим. И, соответственно, уже будут готовые предложения и прочее. Да, будут готовые цифры, перечни мероприятий, будет поинтереснее. Ну, вообще в целом, можете рассказать так вот людям, не посвященным в эту всю историю, таким простым достаточно языком, желательно, что подразумевает из себя работа над бюджетом? Ну, то есть приходит Андрей Юрьевич Воробьев, губернатор нашей области, значит, приносит вам многостраничный документ. Таумут. И говорит, ребята, вот вам, пожалуйста, депутаты, пожалуйста, проголосуйте, поддержите. Мы посчитали, что у нас есть условно там 1 миллиард, 1 триллион, любую сумму сейчас из главы берем. Мы стремимся к триллиону. Стремимся к триллиону, ну, то есть берем, вот у нас есть энное количество рублей, это энное количество рублей, значит, мы считаем, что, значит, из них, значит, 5% нам нужно вот сюда, 10% сюда, 10% вот сюда. На самом деле, вы сейчас по факту говорите приблизительно про то, как строится работа бюджета и реализуется наша народная программа. То есть, что это такое? По сути, что включается в бюджет? Это 19 государственных программ Московской области. Из чего формируется каждая программа? Каждая программа формируется из той народной программы, с которой шли и депутаты в своих избирательных округах и получали наказы избирателей, как мы это называем в нашем политическом блоке. Получали наказ, например, там, в городском округе Павловский посад восстановить легендарный дом культуры. Мы потом что делаем? Мы приходим, вот мы избрались депутаты, мы разбираем весь этот талмуд наказов, раскладываем, как бы это сейчас не звучало примитивно, на эксельскую таблицу. Вот я возглавляю комиссию по наказам по образованию, у меня сегодня в работе 1204 наказа. Я эту эксельскую таблицу знаю уже почти как очень наш. Там есть разного уровня наказа. Есть то, что мы уже смогли включить в госпрограмму. Есть то, над чем мы работаем и понимаем, что мы это включим в ближайшие год-два. Оно стоит в пилоте на бюджетах. Есть то, что мы пока не понимаем, как нам реализовать, но мы считаем, что это тоже важно. Важно отметить, что это сегодня у меня их 1204, второй год созыва идет. А на первом этапе в сентябре, когда мы только пришли после избирательных кампаний и получили доверие наших жителей, у меня их было почти 23 тысячи. Это была огромная работа аппарата. И получается все исполнены? Они не все исполнены. Они отсортированы в первую очередь на муниципальный уровень, на федеральный уровень и на региональный уровень. Убраны задвоения, потому что те 23 тысячи, это все подряд. Это вот то, как я пришла с встречи с жителями. Жители наговорили, помощница записала, перенесла в эксельскую таблицу. Это все нужно было привести в хоть какой-то централизованный вид с пониманием возможности реализации и целесообразности. Было в ходе работы и чистки этих наказов, было то, что считалось, грубо говоря, глупостью, когда человек просто не знает, ляпнул на встрече, подумал, что поликлиника до сих пор не отремонтирована. Она уже на самом деле отремонтирована, он там просто не был. Вот эти вот вещи, они были оттуда вычищены. Вторая история, когда, ну повторюсь, у нас в таблице она сегодня распределена как темная зона, темно-зеленая, это то, что уже реализовано. Вот у меня там порядка 900 показателей, которые уже почти реализованы. Есть то, что в работе, это 120 с копейками. Это то, на чем вот я думаю, куда это включить. Это будет либо в рамках инициативного бюджетирования, либо в рамках какой-то все-таки программы. В общем, вот эти наказы, с которыми пришел депутатский корпус, по всем направлениям были распределены, то есть раздроблены из ЖКХ, благоустройство, свет, газ, вода, дороги и так далее. Каждый ведет свое направление. Потом мы прорабатывали с министерствами, что можно включить в программы. И вот таким образом формируется госпрограмма. Понятно, что еще есть федеральные программы, в которые мы как субъект участвуем, и мы тоже должны свою лепту в эту программу вносить, то есть софинансировать. Это тоже часть бюджета Московской области. Это инициативы нашего губернатора, это предложение Игоря Юрьевича. Ну, то есть вот такими инициативами, которые сегодня, если говорить таким немножко чиновничьим, наверное, все-таки понятным для людей, наших слушателей, языком государственной программы 19, они и формируют наш бюджет. Хорошо. Но, значит, есть у вас 1204 наказов действующих. Приходите, вы говорите, так, вот смотрите, товарищи, мне вот на мои 1204 наказа необходимо энное количество, опять же, денег. Вам говорят, извините, таких денег нет. Да, это практическая история. Я говорю, а их нет в региональном бюджете. Тогда, если мы говорим про какие-то нужды, например, говорю по своей сфере, по образованию, чаще всего школы, сады, мол, политика обращается за оборудованием, за заменой окон, за приобретением какого-то нового компьютера, проектора и так далее. Я понимаю, сколько это приблизительно стоит и понимаю, что это мы можем сделать в рамках, например, инициативного бюджетирования. Там у нас 10 миллионов. Если это упаковать как проект, понятна его социальная значимость, то понятен источник. Поэтому он у меня стоит в экселевской таблице, желтым цветом под названием «в работе», и напротив этого наказа написано «предусмотреть в инициативном бюджетировании 2023 года». То есть в этом году мы уже не успеваем, потому что мы их уже в августе подали под наказы, но можно сделать через инициативное бюджетирование 2023 года. То, что касается, например, федеральной повестки, тоже интересная история. Очень такой частый был наказ, это задвойнение, наверное, в тысячами у меня измерялось, это вернуть в советскую систему образования. Ну, то есть люди на встречах. Да, вот сегодня у нас много что из системы образования, например, там, про воспитательный аспект, убрали пресловутую слово «услугу», слава богу, из системы образования. Какие услуги? Образовательные. Образовательные, да, что раньше бы это было образовательными услугами, считалось наш процесс образования и воспитания личности. И, слава богу, сегодня мы это поменяли в федеральном законе. Я к тому, что федералы работают свою работу и сокращают число, в том числе, наших наказов совместных, которые касаются федеральной повестки. И таким вот образом совместного творчества что-то ушло на муниципальный уровень, о чем я тоже сказала вначале, что если это не касается полномочий субъекта, если я понимаю, что целесообразность этих наказов должен все-таки определить начальник управления образования, глава, то и наказ уходит на их уровень. Наша задача потом, как депутатов облдумы, системно проводить штабы в муниципалитетах и смотреть, как у них движется реализация наказов. Но отмечу, что у нас фракционная партийная дисциплина очень жесткая, поэтому коллеги стараются уделять внимание и при формировании бюджета, конечно, основываться на этом, а не только на том, что им в голову взбрело или в каких-то новых чайнях. Да, содержательный ответ. У нас иногда присутствует рубрика «Мы успокаиваем жителей Подмосковья». Говоря коротко, Ленара Замединова только что разъяснила нам всем, что суровых потрясений нам ждать не стоит, и все у нас в плановом режиме будет двигаться дальше. И несмотря на все угрозы внешнего характера, внутреннего характера, будем двигаться в верном направлении, и все наказы избирателей будут обязательно исполнены. А мы переходим к следующей теме. Ну, собственно, следующая тема, она вытекает, наверное, плавно. Частичная мобилизация. Не можем ее не обсудить. Частичная мобилизация у нас была завершена в Московской области на прошлой неделе. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев. Но теперь наступает вопрос, и, я так понимаю, он у вас стоит в повестке, наверное, вторым после исполнения народной программы, или, может быть, где-то даже первым. Это, собственно, помощь семьям мобилизованных, которые отправились от Московской области на защиту нашей Родины. Вот, собственно, возникает вопрос. Значит, мы видим сейчас огромное количество мер поддержки федерального уровня, регионального уровня. То есть у нас есть и выплаты от губернатора, там, по-моему, тоже порядка 200 тысяч рублей выплачиваются. Осуществляется поддержка по приобретению тактического оборудования, средств защиты. Или по оснащению, да. Ну, я расскажу сейчас полностью. Вот, дополнительно. Чем сейчас занимаются депутаты в рамках этой задачи? Да, на самом деле вы верно совершенно говорите о том, что мобилизация и помощь мобилизована всеми мобилизованных. Это, конечно, задача сегодня номер один у всех. Бюджет у нас это плановая работа. А вот помощь мобилизованным это то, что требует работы и в выходной день, и вечером, и рано утром. На самом деле самое главное, как и мне лично видится, и как нас все-таки настраивает и губернатор, и председатель Московской областной думы, это показать нашим жителям, показать семьям, что они не одни, и что они могут обратиться совершенно любым вопросом. Наши жители, на самом деле, достаточно скромные, и, как правило, не сразу генерят перечень дел каких-то и поручений нам, как органам власти, местным, без разницы, области. Они стараются всегда максимально все равно решать какие-то бытовые вещи, даже самостоятельно, даже не подумывают об этом просить. Вы сейчас о чем говорите? Депутат придет посуду помоет? Ну, на самом деле для этого у нас есть волонтерский штаб, и волонтерский штаб всегда придет и помоет, и отвезет. И вот буквально дела вчерашнего дня, я активно слежу за ребятами, нашими волонтерами в Телеграме, и знаю, что они вчера возили бабушку в церковь, бабушку, которой единственный родственник был, и он мобилизован, который за ней ухаживал, и который ее везде возил, и который покупал продукты и так далее. Сейчас он находится на защите нашего Отечества. Кто будет это делать? Она обратилась в волонтерский штаб, и ребятам было совершенно несложно посадить ее в свою машину, отвезти в церковь, отвезти на могилки к родственникам, закупить продукты и помыть полы дома. Фотоотчет можете посмотреть в Телеграме. И на самом деле я сама очень люблю волонтерскую деятельность. Наверное, не вижу себя вообще без этой работы. Это просто дело такое, которое прям отдушено всегда. Когда ты можешь быть в каких-то даже таких простых делах полезен человек, и обращаются на самом деле с разными вопросами. Но как работает, давайте поэтапно вообще выстроено. В каждом городском округе есть штаб, центр помощи мобилизованным. Человек может прийти туда. Человек может позвонить на горячую линию. Человек может позвонить банально в 112 и получить ответы на свои вопросы, и как минимум получить контактное лицо, кто будет ему помогать конкретно в его территории, в его городском округе. Может получить разъяснение по всем как раз таки выплатам, потому что любой человек, который каждый день не работает с бюджетными документами, не овладел всеми навыками заполнения табличек в госуслугах и получения разных услуг, ему будет тяжело все равно на первом этапе во всем этом разобраться. Тем более, что человек наверняка испытывает некий стресс, потому что это касается напрямую его семьи, он переживает за родственника. Поэтому задача окружить заботой, окружить вниманием, сопроводить на всех жизненных этапах, даже в самых простейских вопросах. Естественно, депутаты проводили по поручению Игоря Юрьевича, и проводят не только разъяснения и встречи с коллективами, с трудовыми коллективами, где мы отвечаем на вопросы, мы сами напрашиваемся в трудовой коллектив, чтобы поговорить на эту тему. То есть вас не зовут? Нет, нас иногда зовут, иногда нет, потому что вот есть трудовой коллектив, он работает на заводе, и ни у кого в голову не придет, чтобы на завод позвать самому или там инициировать эту встречу и сесть вот так по-человечески, поговорить, ответить на вопросы. Чаще всего мы предлагаем этот формат, и руководители учреждения уже спрашивают у своего коллектива, либо у профсоюзов, да, да, нет, нет. Вы сейчас говорите, я прошу прощения, вы сейчас говорите конкретно, наверное, вот про такую линию психологической поддержки. В том числе, да, разъяснения мер поддержки, психологической поддержки, ответов на актуальные вопросы, и в том числе мы проводим тематические приемы, когда мы работаем вместе с коллегами, если нужно, там, соцзащиты, которые нам помогут ответить на какие-то вопросы. У нас была целая череда таких приемов на прошлой неделе. В эти выходные дни, буквально в пятницу, субботу, воскресенье, весь депутатский корпус Московской области работал в своих избирательных округах для того, чтобы помочь семьям, которые уже обратились. Вот я лично в понедельник в Павловском посаде ездила к семье мобилизованных, которые приходили ко мне же на прием две недели назад, на самом деле тоже, ну, каждая ситуация уникальна. И вот нет мелочей, вот об этом нам постоянно говорит наш губернатор, что нужно разбираться очень адресно, и желательно выезжать домой, для того, чтобы объективно понимать ситуацию. И у меня как раз на приеме в Павловском посаде была семья, в которой мобилизовали супруга, и он не то чтобы с удовольствием, но он, скажем так, с гордостью, с радостью пошел, у него даже не было мысли просить, воспользоваться какими-то, служебным каким-то положением, обращением к депутатам, чтобы не идти. Но у него осталась одна супруга, которая является инвалидом с детства, и она очень плохо говорит, она глуха на одно ухо, и у них маленькие дети. И, по сути, всю коммуникацию с внешним миром в семье, то есть вывождение одного ребенка в сад, другого в школу, поход за продуктами, починка мебели дома, вызова сантехника, любая коммуникация с внешним миром велась им, потому что она не может позвонить, она не может просто переговорить на улице, ее не понимают, и она совершенно умная, толковая девушка, но вот с таким врожденным дефектом. И пришла ее мама на прием вместе со своей дочерью с вопросом, ну, с одной стороны, как раз поддержать такие семьи по всей стране и дать возможность мужьям не быть мобилизованными, хотя, повторюсь, что конкретно у супруга такой потребности не было. Это была инициатива его свекрови, по сути. Теща, правильно будет, теща. Теща его отправила? Теща, наоборот, говорит, пожалуйста, верните обратно, а он говорит, да я готов служить, если меня нет в категориях, то я пойду, и не надо ничего для этого делать. Но и вопрос был именно с его стороны, это помогите, пока меня нет, моей семье, моей жене. У них была конкретная жизненная история, довольно типовая для женщины в доме, когда она остается одна. У нее потек туалет, вода стоит, она топит соседей снизу. Она не может, повторюсь, коммуницировать. Она очень, понятно, что она сама на нервах, она переживает, и она говорит, соседи приходят, они на меня кричат, они орут, они пытаются мне что-то объяснить. Я им отвечаю, они меня не понимают. В общем и целом, в понедельник я была в семье, еще раз уже с контролем выполненного поручения, их просьбы по замене труб, по замене сантехники. И мы с этой семьей поддерживаем отношения, мы переписываемся в WhatsApp, мы добавились друг к дружке ВКонтакте, я привезла угощение домой. У нас на самом деле сложились человеческие теплые отношения, и я думаю, что вот этот пример, он достаточно показателен. Мы вот ровно про такую коммуникацию, мы про то, чтобы семьи понимали, что в любой ситуации, будь то сложности у нее возникнут, и я и про это ровно там и рассказывала дома, что если вы поймете, что вам нужно сходить в магазин, или вы поймете, что вы просто психологически устали, у вас не с кем оставить детей, вам нужно сходить в парикмахерскую, надо посидеть с детьми, вы мне позвоните, пожалуйста, мы разберемся, как это сделать. У нас есть классный молодежный парламент, у нас есть молодая гвардия, у нас есть волонтерские штабы, у нас есть множество неравнодушных ребят, которым можно просто попросить, и они наверняка помогут. И я понимаю прекрасно, что я не беру на себя никакую непосильную ношу, просто нужно выстроить эту коммуникацию. Здесь без личного участия депутатов всех уровней, администрации местных, по-другому не будет, по-другому люди не поймут, что мы готовы действительно, и что мы не хотим, чтобы они остались один на один с своими сложностями. То есть получается сейчас речь идет, как я правильно понимаю, о раскреплении, о закреплении, за конкретными депутатами. Да, по факту так и происходит. В общем, много людей обращается вот с такими вопросами, или пока все равно... Это зависит от городских округов, все-таки от количества там ушедших людей на воинскую службу, потому что есть, например, наши зато города, маленькие города, там Восход, Власиха, молодежный. Понятно, что там ушли официально не те, кто уже находится, а кто был мобилизован, это единица. Если мы говорим про большие города, как Балашиха, как Люберца, как Клин тот же, то там уходят десятками, и, естественно, там и количество обращений растет. Но если говорить про основную, скажем так, тему, с которой все-таки к нам обращаются, это льготы, которые объявил наш губернатор, для детей мобилизованных. Это первая история. Например, устройство в детский сад, если они стояли в очереди, без очереди, в приоритетном порядке, чтобы ребенок получил место в детском саду. Это решает сразу несколько задач. Во-первых, это большое подспорье маме, и мама, скорее всего, сможет выйти на работу, естественно. И в том числе будет получать дополнительное средство в семье, когда мама будет работать. Вторая история, это кружки секции, бесплатно для всех детей мобилизованных. Тоже это большой количественный показатель. Порядка 500 семей уже получают, воспользовались этой возможностью и получают эту услугу бесплатно. Интересная, конечно, история. Понимаем, что мер поддержки всегда мало, к сожалению или к счастью. Тем не менее, принцип чуткой власти, который губернатор у нас обозначил, соблюдается. Но вот о том, как вы лично к этому относитесь и как вы лично участвуете в этом, и перенимаете ли вы вот эту боль на себя, мы поговорим после короткого выпуска новостей. Народная среда В середине рабочей недели... Ой, прошу прощения, мы-то за эфиром сейчас наши гости поговорили активно, что у меня аж язык заболеваться начал. В середине рабочей недели мы обсуждаем то, что волновало нас в понедельник и все еще будет волновать в пятницу. Это Народная среда и с вами журналист Анатолий Сологубов и депутат Московской областной думы Ленара Савединова. Мы сейчас обсуждаем такую очень сложную историю, когда депутаты вместе с волонтерами, вместе со штабами помощи в проактивном, как сейчас стало модно говорить, режиме идут, что говорится, в народ, встречаются с семьей мобилизованных и оказывают всяческую поддержку им, всевозможную поддержку, начиная от бытовых услуг, заканчивая консультационными какими-то вещами. И у меня вот вопрос такого характера. Вот вы же не только депутат, депутат это же не функция, и мы зачастую, наверное, забываем, что депутаты тоже люди. Вот вам, как женщине, как матери, которая приходит в семью, в которой случилась вот эта история. То есть женщины, понятно же, все переживают. Сколько вот звонков этих было, верните моего мужа. А мужья говорили, да слава богу, что я ушел. Вот это же тоже было. Тоже было, да. Вот вы через себя пропускаете эти истории? Ну, на самом деле, вы совершенно правы, и очень приятно слышать формулировку депутата тоже люди. Ну, простите, но я все-таки выходец из народа, наверное, да. Я же не просто радиоведущий. Мы знаем, как в народе депутатов называют. Ну, люди же. И мы точно так же, как и все, воспринимаем ситуацию сложно, воспринимаем, наверное, даже в какой-то степени ближе, потому что мы понимаем ответственность, разделяем принимаемых решений, понимаем, что на нас сегодня большая нагрузка, потому что большие ожидания от нас, от наших решений, от наших действий, от... Мы же все на виду, и мы все очень публичные люди, то есть мы все ведем социальные сети, мы постоянно каждый день появляемся в социуме, в разных трудовых коллективах, на встречах, ведем прием, даем эфиры на радио, и тяжело как бы убирать все человеческое, потому что ты с людьми работаешь круглосуточно, у тебя тоже есть семья, и ты дома это обсуждаешь за ужином, ты разговариваешь с друзьями, и в особенности, когда только процесс начинался, но у меня всегда есть внутренняя вера в то, что мы все делаем правильно, потому что я понимаю прекрасно ситуацию, как она складывалась все 8 лет, потому что во времена еще моей активной молодежной политики, руководством молодежной организации, мы общались, дружили, и выстраивали эту коммуникацию с ребятами с ЛНР, с ДНР, и мы сами ездили, и ребята к нам ездили, еще когда, задолго до того, как началась спецоперация, и нам, мне персонально, не надо рассказывать, почему так происходит, зачем так происходит, и я была сама по рабочим визитам, опять же, по молодежной политике, я там в 13-14 году в Киеве, и повторюсь, потом системно работала с ЛНР, с ДНР, и, ну скажем так, у меня не возникает там сложности отвечать на эти вопросы, объяснять, почему я, естественно, поддерживаю, почему я хочу помочь максимально, и на самом деле, всегда с каждым ударом, вот я читаю, ребят с ДНР, подписано тоже на всех в Телеграме, мы дружим, повторюсь, и каждую новость, когда у них начинаются прилеты, для меня это отдельный такой укол в сердце, я всегда, когда понимаю, что что-то масштабное происходит там, не типовое там, к сожалению, мы уже, вот видите, так говорим про военные действия, типовые действия, но не то, что каждый день там периодически обстреливают, а когда что-то совсем масштабное, я всегда пишу, лично спрашиваю, чем еще нужно помочь, как сам, как ребята, и в особенности, когда хоронили ребят молодых, это происходит тоже очень часто, в том числе лидеров движений, и ребята занимали позицию, вот еще знаменательный такой момент был, летом был форум армия, и мы встречались там на секции по патриотическому воспитанию, и приезжал лидер, который сегодня возглавляет у них министерство в ДНР, молодежной политики, Макаров Кирилл, и я у него спрашиваю, там, ну ты как, ты держишься, как ребята, и он говорит, блин, ваши форумы, все у вас здорово, очень приятно, что нас зовут, но я не могу здесь сидеть, у меня ребята там, то есть он прям себе места не находил все время, потому что мы сидим в мирное время здесь, мы сидим в комфортных помещениях, мы сидим, по-деловому обсуждаем патриотическое воспитание, а у него в это же время его же волонтеры, его ребята на передовой, и он говорит, то, что мне совесть не позволяет здесь быть, я поеду, и я говорю, ты выступи здесь публично, расскажи о ребятах, это тоже будет очень большим твоим личным вкладом, в то, что ребята здесь, сверстники, услышат это именно от тебя, услышат о том, чем там занимаются ребята, почему они остались, почему они вообще эту работу не останавливают, казалось бы, военные действия, а вы мероприятия проводите, вы с студентами колледжей работаете, с старшеклассниками. У нас давно вот такое ощущение, что мы действительно, как будто, ну, война где-то там, война где-то там, мало кто сейчас, мне кажется, верит в то, что война идет на наши территории, после присоединения и Луганска, и Донецка, и Запорожья с Херсоном, никто не понимает, то есть, да, вот частично мобилизация, немножко людей, вот, в это насильным образом. Да, да, вы совершенно правы, потому что люди так устроены, что пока их так персонально их не коснется, они считают, что это где-то происходит фоном, и всегда, когда мы слышим какие-то цифры, там погибло более ста детей, пока мы не услышим одну конкретную историю, мы не, ну, как бы, трагическую... Цифра есть цифра. Да, цифра, она как бы сухая история, когда мы слышим историю судьбы, семьи, ребенка, она начинает больше трогать за живое. И мой вопрос, то он как раз про это, вот вы этих историй слышите много, они отпечатываются на вас, нет такого ощущения, что вот сегодня встаете утром, я такая, не пойду никуда. Нет, у меня очень... Вот сегодня очередная, очередная встреча с женой мобилизованной, или там с его матерью, да, вот надо что-то говорить, надо слушать историю, какую-то, да, как-то реагировать, а вот не пойду. Нет, у меня на самом деле, ну, это, наверное, черта характера просто такая, как бы, у меня это вызывает ровно обратные ощущения, то есть у меня, естественно, мне хочется помочь, мне хочется изменить где-то систему, где-то меры поддержки, где-то... Ну, я стараюсь максимально как бы по-государственному мыслить и понимаю, что если я сейчас начну жевать сопли и говорить о том, что ой-ой-ой, что же делать, и как бы впадать в общую истерику, то ничего конструктивного в этом не получится, и толку от меня будет ноль. А вот если я возьму себя в руки и дам какие-то конструктивные предложения, и организую работу штаба, и соберу денег на гумпомощь, и доеду до семьи, где-то даже и очень полезна волонтерская помощь, когда ты работаешь руками, когда ты кому-то убираешь дом, когда ты стрижешь у ветеранов Великой Отечественной войны кусты, когда ты помогаешь убраться дома бывшим узникам фашистских концлагерей. Эта история, она, ну, наверное, даже вот я сейчас вам это говорю и понимаю, что она не только для того, чтобы помочь им, но и для того, чтобы привести саму себя в порядок, для того, чтобы понять, что ты все делаешь правильно, что ты работаешь с теми, кому нужна помощь, что, ну, как бы опять же, что ты такой живой человек, который правильно выстраивает смысл и ценности, наверное, вот какие-то такие вещи, может быть, чуть-чуть сумбурно сказала, не знаю, но повторюсь, вот нежелание идти, помогать, выйти на работу, привести прием, нет, у меня такого никогда не было, и можно даже вот недавно буквально, опять же, после того приема в Павловском посаде, куда пришла семья, про которую я рассказывала выше, я ехала в электричке с Павловского посада в Москву и думала, навстречу как раз к друзьям, и пыталась переключиться как-то, и думала о том, что какой здоровский, продуктивный день получился, потому что у меня был целый список дел на выходные, кому надо было от чего отвезти, кому надо было позвонить, и я уже в пятницу вечером начала этот обзвон в электричке, и у меня был очень большой такой внутренний подъем, о том, что я нужна, о том, что я востребована сегодня, я понимаю, что вот тут эти люди меня ждут, и это большой стимул заставить себя встать в субботу, в воскресенье, в шесть, в пять, поехать за сто первый километр от точки, в которой ты находишься, потом поехать обратно еще в другую территорию, ну, то есть, это такая география у меня традиционная. Ну, вот, мой собеседник, Ленара Сабендинова, сама нас подводит к следующей теме, это народная среда. Народная среда. Да, вот такая у нас замечательная отбивочка, значит, следующая тема у нас как раз-таки посвящена волонтерам. настолько плотно вошло в нашу жизнь, это понятие, мы видели первых волонтеров, наверное, в массовом каком-то проявлении, наверное, в четырнадцатом году в рамках проведения Олимпиады в Сочи, когда ребят со всей страны приглашали для участия, для организации, в помощь на организации этих зимних игр, потом был чемпионат мира, вот в этом промежутке была какая-то, наверное, я так понимаю, адресная помощь, а потом случился ковид, и когда люди, волонтеры массово пошли работать с ковидными госпиталями, люди массово пошли работать с семьями, которые оказались на карантине, сейчас СВО, вот вы, я так понимаю, тоже имеете непосредственное отношение к волонтерству, к добровольчеству, вот буквально завтра у вас в Московской областной думе, насколько мы знаем, будут чествовать волонтеров, там будут разные волонтеры, и волонтеры-медики, и волонтеры-подмосковья, и волонтеры, принимающие участие в СВО, значит, им будут вручать награды от Мособулдумы, и вообще в целом 29 числа отмечается в Подмосковье День Добровольца, или День Волонтера, что это за люди? Вот что это за люди? Я сейчас, прошу прощения, конкретизирую, наверное, этот вопрос, ну вот мы там работаем за деньги, например, мы встаем утром на работу, понимаем, что мы работу сделали, деньги получили, а это люди, которые и выходной, и круглосуточно, там Лиза Алерт, та же, поисковое движение, которое ищет пропавших людей, вот что это за люди? Откуда в них столько сил, и почему они это делают? Я начну чуть издалека, но вы совершенно верно сказали, что прям активная, наверное, популяризация волонтерства, как она сегодня есть, 14-й год точно можно назвать, до этого универсиада Казань, но в целом, конечно, волонтерское движение, добровольчество, благотворительность, она в Российской Федерации еще с времен Руси, времен Российской империи, а потом советского времени, тимуровских движений, это все про одно и то же, это все про помощь людям, про помощь тем, кто нуждается в помощи, про добрые дела, на самом деле, про благоустройство где-то родных, родного края, родного двора, это все маленькие-маленькие-маленькие пазлики одной большой картины, и я думаю, что все эти движения, все направления волонтерской деятельности объединяет желание быть полезным, это тоже люди, у которых ценностные установки, не только заработать денег, купить квартиру, машину, дачу, это люди, которые хотят видеть смысл жизни, они хотят чувствовать жизнь, они хотят понимать, как устроена жизнь, как устроены люди, какие бывают ситуации, то есть это люди, которые стопроцентно с большим сердцем, с желанием быть полезными, опять же, очень неравнодушные, и наверняка многие из них с лидерскими качествами, это люди, которые не умеют закрывать глаза на какую-то несправедливость, в том числе, потому что вот один человек пройдет мимо того, кто упал на улице, а второй остановится, подаст руку, и вот волонтеры, это все те люди, кто всегда останавливаются, кто находит в своем плотном графике возможность хоть как-то быть полезным обществу, быть полезным другому человеку, это, конечно, для меня отдельная часть моей жизни, и я стараюсь таких людей, такие организации объединять, знакомиться с ними, дружить, помогать им, и понимаю, что таких людей на самом деле очень много, и всегда все шутили, что есть какое-то крылатое выражение по этому поводу, что хороших людей намного больше, чем плохих, просто хорошие и плохо организованы, вот, и всегда негативная повестка собирает проще, ведь можно там посидеть на диване дома, початиться в каком-то подслушке и пообсуждать все на свете, а можно в это же время взять, пойти, взять лопату и посадить во дворе дерево, или найти на улице котенка и его пристроить. Хорошо, есть аргумент прекрасный, прекрасный, дерево должен сажать, не знаю, управляющая компания, подметать должен дворник. Да, 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 это про историю людей, которые не ищут того, кто должен, они берут и делают, вот, все волонтеры этим качеством объединены, они, у меня еще есть личная крылатая фраза, которая называется так, хочешь сделать что-нибудь хорошее, а не вздумай согласовывать. Вот, когда ты видишь, что можно покрасить лавочку во дворе, и ты не идешь в управляющую компанию, не просишь у них краску или еще что-то, ты идешь в магазин, покупаешь краску за 150 рублей и кисточку, и тебе в кайф покрасить лавочку. И ты еще при этом зовешь детей своих собственных ее покрасить, и соседи не понимают, почему ты ее красишь, ну, потому что она была некрасивая, а теперь она красивая. Мне было несложно это сделать, почему бы это не сделать. Вот и все, вся логика большинства волонтеров. То, что мы сейчас стараемся давать им самые разные меры поддержки, это уже про то, что мы стараемся вовлекать в это движение все больше и больше людей, потому что мотивации все равно у людей, ну, бывает разная. Если мы говорим конкретно про молодежную аудиторию, то в том числе, когда появились дополнительные баллы к ЕГЭ, мы смогли привлечь в это направление больше ребят. Может быть, они бы в это время в какие-то онлайн-игры поиграли, а теперь они понимают, что они здесь и полезное что-то могут сделать, еще и какую-то плюшку получить. И они, естественно, пришли в такие движения. Поэтому мы стараемся все равно меры поддержки ежегодно какие-то предусматривать новые. Буквально в этом году, по-моему, на законодательном уровне утвердили бесплатную связь. Бесплатную связь, страховые взносы, то, что тоже раньше не было. Что получает волонтер в Подмосковье? Давайте так. На самом деле, такого какого-то единого набора для всех подряд нет. И это достаточно такой спорный момент. И нет, потому что эти дискуссии постоянно ведутся, так же, как и по личной книжке волонтера. Да, я понял. Не вздумай согласовывать. Да, потому что вот когда тебе говорят, что ты можешь быть волонтером и числиться в организации, например, утрирую сейчас волонтеры МО, только если ты зарегистрируешься на сайте, и когда ты поможешь отнести собачкам в приют корм, ты выложишь туда фотографию. У меня, как у волонтера, это вызывает отвращение. Потому что я хочу покормить собак. Я куплю и съезжу. Я не буду нигде чекиниться и никому скидывать фотоотчеты, потому что я делаю доброе дело. И тут для волонтеров все должно быть максимально просто. Нужно поддерживать организации, которые организовывают волонтеров, то есть не коммерческие организации, а молодежные объединения, общественные объединения. Для этого, опять же, есть целый сектор поддержки, сектор НКО. Он есть и у Мининвеста Московской области, он есть и у каждого профильного министерства. То есть, например, Министерство информационных и социальных коммуникаций проводит ежегодно розыгрыш грантов для некоммерческих организаций. А вот конкретно человеку нужно создать условия для организации волонтерской деятельности. Проезд обеспечить, например, бесплатный, сделать какой-то знак внимания, например, сходить в театр теперь ты как волонтер можешь бесплатно. Вот это приятные бонусы, про которые он может даже и не знать, когда он занимался своей волонтерской деятельностью сначала. Но потом будет круто, если ему подскажут, что ты вот ходишь, а ты теперь можешь еще и вот воспользоваться какой-то мерой поддержки. Но мне бы не хотелось, чтобы была подмена понятий, и это было самоцелью для того, чтобы шли в волонтерство, потому что что-нибудь тебе дадут. Тогда это уже не волонтерство, это уже какие-то корыстные цели. Ну и если разрешите, я бы хотела вернуться к тому, что мы открываем выставку. Выставка у нас завтра стартует в 2.30. Если у нас и среди слушателей есть желающие принять участие, то надо написать на почту нашего комитета. Можно написать мне, без разницы, в Телеграм, в ВК, в Одноклассники. Их я тоже, к сожалению, веду. Но мы не осуждаем. За Одноклассники мы не осуждаем. Вот если в Вайбере есть группа, вот тогда уже все. И Вайбера у меня на телефоне нет? Все отлично. Есть шанс. Есть шанс. Еще не все потеряно. Хорошо. Можно посетить выставку, естественно. Мы не закрыты. И делаем ее в том числе для того, чтобы люди могли прийти и посмотреть. Но делаем, конечно, в том числе для того, чтобы почествовать наших волонтеров. Выставка у нас будет посвящена и вообще сама выставка это фотоработы военного корреспондента ДНР, члена штаба главы республики ДНР по информационной политике. Человека, который вот в период сегодня спецоперации до делу фотоработы того, как обстоят дела, того, что творится, чтобы человек мог остановиться, посмотреть своими глазами, глазами того военного корреспондента, который эти фотографии делал. И чествовать мы будем волонтеров действительно разных направлений. Что еще хочу отметить примечательное, что, как правило, человек неравнодушный, человек активный, он активен во всем. То есть, вот я по себе скажу и проведу такую просто аналогию. Я являюсь и членом молодой гвардии Единой России как молодежной организации. Я являюсь членом Российского союза молодежи. Я являюсь членом волонтеров победы. Это все молодежное объединение. То есть и вашим, и нашим. Да, и вопрос же не в том, что это не про партии. Партия одна. Для меня тоже понятно. А молодежные организации, общественные организации, благотворительные фонды, если я разделяю их ценности, если мне понятно, чем они занимаются, то я не вижу ничего зазорного. Более того, федеральный закон нам говорит ровно про это же, про то, что вы можете быть бесконечное количество членов организации в разных, в разных субъектах, международных, всероссийских, и каких хотите. И они друг к дружке не противоречат. Они все про светлое, доброе, про нужное, про важное. Одни про помощь ветеранам Великой Отечественной войны, другие про... Здесь нужно маленькую ремарочку все-таки добавить. Нужно внимательно следить, в какие организации ты вступаешь. Конечно. Потому что мы вам не рекомендуем вступать в организации, которые Минюстом признаны иноагентами. Вот туда, пожалуйста, не ходите. А в остальные ходите. А в остальные ходите. Это будет прекрасно. Так уж получилось, что вы как-то затеяли проект Доброй Комнаты. Так она называется? Так называется. Вот сколько я, готовясь, наверное, к эфиру, читал новостей об этом. То есть это это же тоже что-то про добровольчество. Да, да. Это что-то про добровольчество. Это что-то, рожденное конкретно на Земле. Предысторию надо рассказывать. Конечно надо, но наши радиослушатели не все знают, что такое Доброй Комнаты. Ну хорошо, говорили. Я просто, понятно, что я эту историю веду с 2019 года и много раз уже рассказывала, но коротко расскажу. Идея была в том, чтобы окружить заботой, вниманием, теплом и создать домашние условия детям, которые находятся на лечении в больницах, в соматических отделениях. Что такое соматические? Соматика это не инфекция. Это все, что не передается воздушно-капельным путем и где дети могут с друг дружкой контактировать. Они лежат не по одному в боксе, а лежат в трех, в четырех вместе в палате. И в соматических отделениях буквально в каждой больнице Московской области есть специальная палата, которая называется таким простонародье социальной палатой. Туда поступают дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Это и изъятые из семьи, это и потеря родителей, это и найденные на улице и с неопределенным местом жительства. В самые-самые разные ситуации бывают жизненные. Ребенок, будь он здоров, будь он нездоров, его все равно, если там неинфекционные заболевания, повторюсь, его положат в эту больницу. И пока его судьба будет решаться судебными делами, поиском опекунов, поиска его родителей, лишение прав этих родителей и так далее, ребенок будет находиться в соматическом отделении в социальной палате. То бишь в больнице. Даже если он здоров. Даже если он здоров. Как правило, мы стараемся, конечно, чтобы этот срок пребывания в больнице был максимально сокращен. Регламентно он у нас до 7 дней, если мне не изменяет память. Но в чем история? В основном, как показывает жизненная практика, это дети действительно из неблагополучных семей, которые не имели здорового, счастливого детства, игрушек, внимания, заботы и так далее. И вот они в такой жизненной ситуации попадают в 4 казенные стены и в которой, как правило, какого-нибудь серобура пушкарябольного цвета, вот если там не было недавно капремонта или это не новая больница, там нет никакого атрибута детства, игрушек, я не знаю, какого-нибудь ночника, хотя бы детского постельного белья, красивого, а не опять же казенного какого-нибудь выбеленного, застиранного. У них может на окнах даже не быть жалюзи, это будет такая железная кованая кроватка. В общем, пил эту картину маслом, я увидела своими глазами в новогодние праздники, будучи сама мамой как полгода. И в моем представлении детская была совсем другого вида. И когда я поняла, что эти дети на новогодние праздники остаются здесь, в таких условиях, ну, как бы мое материнское сердце в прямом смысле слова дрогнуло, я потом все новогодние праздники думала, что со всем этим делать, мы начали брать статистику, связались с уполномоченным по правам ребенка, с Минздравом, запросили все данные, и конкретно это происходило в электростале, в ВЦГБ, электростальская центральная городская больница. И я начала, значит, выяснять у главврача, сколько детей у нас, как часто они бывают. Выяснилось, что у нас есть дети, которые систематически попадают, например, осенью. Они летом были у бабушки, все было хорошо. Их не было в городе, а осенью они вернулись в лоны родителей, родители, например, пьющие, и ребенок в осенние каникулы стабильно раз в год попадает в соматику, пока родители приводят в чувство. И этих детей знают в больнице, они знают своих медсестер и так далее. В общем, картина как бы оставляет желать лучшего, соответственно. И что важно отметить, что у нас нет дополнительных ставок в больницах. Воспитателя, отдельной нянечки, которая с этим ребенком с трудной жизненной ситуацией будет сидеть, и только с ним. Если это, например, маленький ребенок, там до года, и он сидит в кроватке, еще сам не ходит, то медсестра делает все манипуляции, там кормит, поет, подмывает. Если нужно, какие-то медицинские манипуляции делает. Закрывает дверь на ключ и уходит в соседнюю палату делать это с другими детьми. Ребенок остался один в четырех стенах, повторюсь, и так, с непонятным психологическим состоянием, без присутствия какого-то доверительного взрослого. И, конечно, хотелось помочь. Что мы сделали? Мы нашли пространство просто в холле этой же больницы, в которой сделали игровую, детскую игровую, как дома. У тебя есть столик, стульчик, у тебя есть где порисовать, у тебя идут мультики, у тебя напольное мягкое покрытие, ты там можешь ползать, кувыркаться, плясать, у тебя есть разные крупногабаритные игрушки, есть детская кухня, хочешь поиграй в парикмахера, и далее по списку. Расписали классно стены с местными ребятами, со студентами Электростальского колледжа. Вся эта история нам вышла не очень дорого, причем мы ее сделали тремя-пятью моими звонками по партнерам, по бизнесу. Не осталось ни одного, кто бы сказал, не, Ленар, давай не будем делать. Все сказали, что классная история, если надо помочь, давай поможем, больница, дети, чистой воды, социалка. И когда мы открыли эту комнату, все увидели результат. Естественно, мы сразу договорились, что все дети вне зависимости социалка или просто дети, которые лежат в больнице, могут в эту комнату ходить. Она бесплатна, она открыта, все оттуда можно брать. Пусть там все портится, пусть там все заканчивается. Мы берем на себя эту ответственность. За местным исполкомом партии это закреплено. И раз в год у нас есть ряд мероприятий. На первый день, 1 сентября, на Новый год, на День защиты детей, на День международной книги. Мы туда ходим и обновляем материально-техническую базу. Ну, в общем, история получилась с первой комнатой. Потом у меня была мысль, если так в электростале, наверное, у соседей то же самое. Мы промониторили, выяснилось, что такая потребность есть у всех муниципальных образований. У нас не так много времени остается. И вот сколько таких комнат сегодня? Сегодня таких почти 80, 78, по-моему, или 79. И еще 10... По всей Московской области. По всей Московской области. И еще 10 социальных палат. Вот как раз эти палаты, в которых дети лежат. Мы видоизменяем, благоустраиваем, расписываем стены, меняем мебель, вешаем телевизор, полочки. В этом году до Нового года. За счет предпринимателей? Все. В этом году нам помогает фонд президентских грантов. Мы выиграли на эту историю гранты. И вот эти 10 социальных палат, про которые я рассказываю, мы делаем в партнерстве с грантом. А так, это силы партии, силы депутатов, силы торгово-промышленной палаты. Везде находятся люди, которые готовы нам помочь. Присоединяйтесь вы. Ну что ж, это была шикарная история от Ленары Самединовой, когда нужно поверить и все получится. Это была программа «Народная среда». С вами Анатолий Сологубов и волонтер по жизни и депутат наяву Московской областной думы Ленара Самединова. Спасибо вам большое. Надеюсь, вам понравилось. Субтитры создавал DimaTorzok